Всем здарова, ребят! Меня зовут Мурма, и на официальном канале SeoZivs вышел новый геймплей-трейлер грядущего обновления, которое выйдет 22-го числа. Я уже это видео посмотрел, и хочу посмотреть ещё раз уже вместе с вами, и потом уже разобрать, что же нам всё-таки показали. Я уже заметил одну такую вещь, которая мне очень прям не понравилась. Давайте всё посмотрим и разберём. Всегда будете помнить об этом в этот день, когда к нашей чё-то там капитан Джек Воробей. В море Вороби быстро, как хочешь, отбивная котлет. Короче, я не буду это читать, ребят. Отправляемся мы, значит, в путь. Это будет всё-таки Тейл, или, возможно, там много Тейлов, да, будет. По поводу того корабля, который был сейчас, вот чё-то непонятно. Кто-то говорит, это паромщик, кто-то... А, вот она, чёрная жемчужина, приёма. Правильно, правильно. От Голиаэрда. Интересно, как это будет представлено. Джек Воробей, конечно, вот в трейлере был прям вообще огонь. А именно по игре чё-то как-то не то. Я думаю, вы со мной согласитесь. Что это это инфернальный звук? Это капитан инфернальный звук к тебе, брат. Спарра. Спарра, 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 и там ещё и купол какой-то будет. Интересно. Охренеть, конечно, там намудрили. 22 числа, Сиузис, все дела. Давайте в самое начало перемотаем, где у нас всё это начинается. Сейчас я вырубаю, короче, эти субтитры. Они нам не нужны, в принципе, уже. И будем немножечко вот так вот мотать и смотреть. Изначально у нас начинается, мы видим то, что мы отправляемся по Тейлу, да? Потому что вот здесь вот женщина стоит с книжкой. Здесь у нас Джек Воробейкса. Здесь он классно выглядит. Ну и остальные игроки. И, короче, мы на Галеоне отправляемся. Только почему стоял Галеон типа чёрной жемчужины, а сейчас совершенно другой Галеон. Не понял. Я думал, типа, на этот Тейл будет даваться такая чёрная жемчужина. А, или мы сначала отправляемся, потом уже приплываем на нём. Возможно, такое придумали. Здесь мы уже на корабле паромщика. Но здесь явно вот он стоит паромщик. Вот он весь корабль. А что это за корабль, мы, конечно, только поймём уже, когда будем проходить этот Тейл. Здесь у нас патроны. Значит, мы будем стреляться. Как раз-таки на нас будут, скорее всего, нападать вот эти русалки или кто это, крабы там, я не знаю. Чтобы отбиваться, у нас будут здесь патроны. Ну, наверное, это так будет работать. Так, следующий у нас кадр. В этом подводном мире, где у нас Кракен, я настолько понимаю, да? Это Кракен у нас тут плавает. Будем биться, значит, с Кракеном. Наконец-то мы увидим лицо Кракена. Ну, или морду, я не знаю. Вот этот вот корабль. Это же чёрная жемчужина или нет? Я вот, правда, по фильму уже не помню, как она выглядит. Но, по-моему, это она. Если я не прав, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Или это затонувший летучий голландец? Кто у нас профессионал по пиратам Карибского моря? Я вот чё-то не помню. Вот она, чёрная жемчужина. То есть у нас... А, тут, возможно, будет несколько Тейлов, да? Как уже мы обсуждали на стримах. Типа, первый Тейл мы сначала отправляемся куда-то. Там чё-то проходим. Нам такие водные части. Потом мы забираем воробья. Забираем чёрную жемчужину. Приплываем сюда. Ну, на какой-то из форпостов, да? И проходим дальше. Возможно, это так будет. Вот они, вот эти вот чудовища. Ну, короче, краб, русалки. Бегающие русалки. Прикольно. Статуи русалки. Значит, логово русалочи, да? Скорее всего, вот чё-то такое. Здесь у нас воробей, короче, бьётся с этими скрабами. На заднем плане у нас получается летучий голландец, скорее всего. То есть мы будем биться с русалками. И ещё летучий голландец фигачит там на нас. И нужно всем дать отпор. Прикольно. Вот это вот полная локация. Интересно, можно будет вообще просто вот туда попасть? Или только по Тейлам? Если можно будет просто. Вот прикиньте, сколько там народу будет первое время. Все тут будут прыгать, что-то исследовать, смотреть. Блин, ну, конечно, интересно, да. На заднем плане видим призрачный корабль и мачта, наверное, нашего Галеона. Вот этот вот момент прикольный. Интересно, как это будет сделано. И, кстати, Джек тоже у нас будет стрелять с пушек. Вот это прикольно. Мне кажется, мы будем туда подплывать. Вот этот вот купол. Через него нельзя попасть. То есть нам нужно сначала туда заплыть. Или нам сначала нужно разбить русалку, чтобы этот купол пропал. Это типа будет Красное море, наверное, да? Типа та зона, в которой нам нельзя находиться, иначе наш корабль будет сильнее тонуть. Ну, или там разбиваться, рушиться. Вот такая вот система. Мне кажется, это так будет. То есть сначала мы должны разбить русалку, потом уже кораблей, или там наоборот. Но главное, чтобы пропал вот этот вот купол. Это, опять же, мои догадки. Я не утверждаю, что это именно так и будет. Здесь у нас по локации подвешенный такой Галеон на огромных-огромных цепях и Кракен. То есть у нас будет битва с Кракеном. А вот, в принципе, как выглядит наш Воробей. Капитан Джек Воробей. Вот когда была графика в трейлере, было очень классно, смотрибельно так. Тут что-то у него с лицом уже произошло некие изменения, по-моему. Но все равно прикольно. Я ничего не говорю, я не хейчаю ни в коем случае. Прикольно. Вот еще полная локация. То есть вот здесь у нас вот этот вот купол. Вот здесь у нас идет купол. То есть нам нужно будет разбить две русалки. По-любому они по нам еще будут нафигачивать своими там, ну, то, что она держит в руке, да. И нам нужно разбить, к примеру, сначала эту, потом эту. Потом мы только до логового Дэви Джонса там добираемся. Блин, прикольно. Не знаю, это сколько времени уйдет на этот тейл. Там часов пять, наверное, его проходить. Как я говорил в начале ролика, мне не понравилась одна штука. Это, конечно же, одеяние Джека Воробья. Я думал, это будет как-то... Ну, возможно, что было не у всех там, как-то очень труднодостигаемо. Но, наверное, это будет все за донат, да, все-таки. То есть ты сможешь купить одежду, ну, полностью костюм на своего пирата. И все будут у нас бегать в море Джеки Воробьи. Ну, раз нам тут представлена собака, то есть собаку можно будет взять. Не знаю, будет она с ключами или нет. То есть будет костюм. И, скорее всего, будет у нас черная жемчужина. То есть у нас по морю будут везде плавать черные жемчужины. И Джеки Воробьи. Это единственный такой минус из этого трейлера, что мне прям не понравилось. Тут у нас видна гора золота, которую нам показывали в трейлере. То есть то, что там капитан Джек Воробей украл, что ли, что-то такое. Или все это награблено. Я уже не помню, в какой части было, где Барбоса со своими пиратами туда прибыли, чтобы там кинуть монету. Ну, короче, вы это все помните, что я рассказываю, да? Вот эта гора, я так понимаю, это она и есть. Наверное, здесь тоже будут эти сражения. Все, короче, посмотрим. А вот этот кадр, помните, когда в трейлере показывали, что сидит скелет за столом, ему ставят вот эту вот голову, и он оживает. То есть вот у нас вот это и будет по тейлу. То, что мы находим эту голову, приносим так называемый калипсо, и она его там возрождает или еще что-то. Ну, конечно же, Дэвид Джонс. Не знаю, конечно, когда он появится там по этим тейлам. Его наикрасивейший орган. Кто помнит, он у него находится на летучем голландце. То есть мы появимся в какой-то момент в летучем голландце. Еще интересно, будут ли катсцены. Если будут катсцены, это будет вообще прям превосходно. Но, по-моему, такого ни в одном-то или нету, чтобы были катсцены. Так что это все так вставка, скорее всего. Ну и вот он у нас, корабль паромщика, где мы будем с кем-то стреляться. Здесь идет какое-то нападение. Кстати, где Джек Воробей? Его здесь что-то не видать. И даже на этом скриншоте не видно. То есть это мы только туда начинаем плыть, скорее всего. Да, еще Джека нету с нами. Ну и, в принципе, тут можно разговаривать долго. Гадать тоже можно очень много и долго. Я думаю, нужно просто ждать и смотреть, что из этого получится. Но с уверенностью могу сказать, что этого никто не ожидал. Это очень интересно. И все будут проходить, возвращаться в игру, проходить, проходить, проходить этот тейл. Или если это много тейлов, тогда будут проходить много тейлов. Было бы прикольно, если бы вот это вот одеяние Джека Воробья, это было бы проклятием. К примеру, вот эти все 5 тейлов нужно было пройти на 100%. Это как бы было и удержание игроков, и всякое такое, но сами понимаете. В общем, все. Посмотрим 22-го числа. Спасибо большое за просмотр. На связи, как всегда, Мурма. Не забывай про свой лайк, посмотри остальные ролики на канале. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok